Я хочу поговорить на тему психология versus религия и размышлять о религиозности, в принципе, о том, что религия мутирует и обретает новые формы в виде массы. Масс-медиа в виде каких-то политических структур. И сегодня об этом поговорим. Моя идея состоит в том, в чем заключается провал религии. Провал психологический произошел. Все в конечном счете сводится к психологии, как мы знаем. Поэтому психология должна быть на первом месте, стоять везде. В программе обучения, воспитания, образования. В политике она используется в виде политтехнологий. Конечно, в рекламе психология задействована очень активно. В политтехнологиях, при продажах и так далее. Религия слишком много пообещала. Идея в том, что религия много пообещала и обманула ожидания людей. Неизбежно. Потому что когда религия говорит, что Бог вас любит. Что Бог там спасает, помогает. И приводятся примеры определенные. Скажем, когда и наказывает за непослушание. И приводятся примеры из Библии. То это все остается лишь в воображении людей. Это все на бумаге остается. К реальности это не имеет никакого отношения. И за обманутые ожидания люди очень дорого платят. И чем они платят? Ну, конечно, платят собственными жизнями часто. Своим здоровьем. Когда, надеясь на Бога, они думают, что они решат свои проблемы. Но не только этим. Обманутые ожидания и разочарования. Те чувства, которые приводят к безразличию и нигилизму. То есть, на самом деле, вера в Бога, она и способствует нигилизму. Безверию. Отрицанию. Отрицанию жизни. Просто отрицанию жизни. Любых идеалов там и так далее. Не случайно громили религию, громили церкви и разрушали это все. Не случайно в истории человечества таких религиозных катастроф было очень много. Посмотрите, сколько культов было. Достаточно взять любой учебник по религиоведению. И можно посмотреть, как религия отживалась. Своё умирало. Уже там древнегреческих богов не существует. Психология же, психология, она выросла из философской антропологии. Я сегодня об этом буду говорить тоже немножко. И не нуждается в оправдании, в отличие от Бога. Вот это теодицеи. Идея Бога выросла из-за напуганного воображения человека. И вот для психологии есть человек и его реакция горя. С которой можно и нужно работать. Психология помогает выжить человеку. А религия помогает выжить Богу. Ну вот, конечно, религиозное сознание, оно мутирует. И религия мутирует, да, вместе с ним. И сегодня религией стали масс-медиа, например. В чём это выражается? Опять же, в обещаниях. Ну а что обещает масс-медиа человеку? Новость. Новость. Но ведь это обещание, которое всегда закончится разочарованием. Это то самое обещание, да, и это то самое, которое приведёт к чему? К обманутым ожиданиям. Почему? Потому что... Почему, во-первых, смотрят? Потому что у человека есть потребность в новизне. Это, естественно, его потребность. В этом выражается его стремление к будущему. Желание жить. А завтра что-то будет новенькое, интересное. То, чего ещё не было. И, во-вторых, конечно, зависимость. Информационная зависимость существует. Она средне наркотической. Телевидение – это информационный наркотик. И страны, которые поочеряют это, финансируют телеканалы, по сути, они вот такого рода, да, масс-медиа, по сути, они поочеряют информационную зависимость людей. Об этом мы ещё будем говорить на нашем канале отдельно. Сейчас я в промельку упомяну, просто, что есть такая вещь. И, конечно, телевидение не имеет права на существование, но если оно будет другим немножко, да, оно должно быть интеллектуальным, оно должно быть психологическим, оно должно людям помогать жить и развивать людей. А не подсаживать их на инфоиглу и не способствовать их деградации. Поэтому, конечно, создаются альтернативные видеоканалы. И вот, благодаря YouTube, допустим, что-то можно смотреть. Такие каналы появляются, да. Вот. Так вот, я сказал про то, что мутирует религиозность. И сейчас это, по сути, медиа, масс-медиа, являются такой формой религии, которая обманывает ожидания. Раз. Потому что они не дают новости. Что такое новость? Новость – это то, что переворачивает ваше сознание. То, что вас продвигает. То, что заставляет вас удивиться. Узнать больше о самих себе. Узнать о своём творческом потенциале. О своих возможностях внутренних. То, что вас развивает. А сегодня на телевидении такого нет. А что есть? А есть люди. Каждое слово которых предсказуемо. Поэтому это никакая не новость. Когда там объявляют какое-то шоу. Каких-то людей. Я вот лично уже знаю, что они скажут. И поэтому, как бы... Но и что это даёт? Тогда ничего. Все эти люди продуцируют инфа. Мусор, штампы. И для чего это делается? По сути, это такая... Но... Такой догматизм. Да? Религиозный. То же самое, что было и есть в религии. Религия себя... Поэтому религия, взяв на себя слишком много... Вот эти вот... Она неизбежно приводит к разочарованию. Потому что надежда и вот эта энергия надежды... Она с одной стороны целительно-спасительна. А с другой стороны она очень опасна. Потому что, если надежда не оправдывается, то она начинает работать против человека. И человек разочаровывается, возмущается. Да? И она уже не является мотивационным механизмом надежды. А она уже является как бы демотивационным механизмом. И тут... Тут люди что? Ведь прежде чем новую надежду найти, надо это как-то... Пережить это разочарование. Да? А как его пережить? Вот. Как правильно отреагировать на вот этот стресс, на эту ложь, на этот обман? Люди не знают. Люди реагируют неадекватно. А вот. Для того, чтобы адекватно реагировать, для этого нужны психологические знания, психологическая культура, философская культура. Вот то, чему, в принципе, сейчас посвящен наш видеоканал, наши публичные лекции, наши интервью. И наши книги, конечно, программы, видеоэнциклопедии, видеокниги. Вы смотрите и интервью, но вы не представляете себе, что такое программа психологического обурения. Я бы даже так сказал, психологического обучения. Это очень сильная вещь. И все, кто ее прошел, ну, изменили свою жизнь. А те, кто постоянно в этом варится, вот как я, например, да. Ну, я понимаю, насколько это вообще окрыляет, одухотворяет и очень дает мощный, мощнейший эффект. И, ну, не всегда то, что доступно, достаточно этого, да. А то, что недоступно, вот так просто, как правило, это очень ценно. Это очень ценно. Я хочу немножко рассказать про философскую антропологию, про проблему человека в истории философии. И, как я сказал уже, психология выросла из философии, философской антропологии. Родоначальником философии человека считают Сократа, который создал учение о человеческой душе, разуме, самопознании человека, который выступает главной целью философии. И на чем он, на чем концентрировалась мысль? На человеке, поиске истины, человеческом достоинстве, познании человеком самого себя и жизни в согласии с нравственными нормами, диктуемыми разумом. Ну вот, это хорошая оговорка, потому что мораль, она не всегда, не всегда способствует счастью человека и его достоинству. Очень часто мы видим, что мораль служит предметом манипуляции, средством для манипуляции, людьми, сознанием и самоманипуляцией тоже. И я, следующий ролик я сделаю на тему справедливости, очень важный, очень важный феномен нашего сознания, который испортил жизнь очень многим людям. Вот это вот справедливость, несправедливость, ощущение несправедливости. И я об этом поговорю специально. У меня это важная тема. Вот. То есть, поиск истины, достоинство, познание себя. Вот цели. Цели. Протагор известен своим афоризмом. Человек есть меру всех вещей. Для реальных их реальности, для нереальных их нереальности. То есть, человек выступает как центр познания, как центр мирового порядка вообще. Прекрасно. Все это основы психологии. Которые, действительно, метод сократа, метод вопросов, которые очень здорово разрушают наши определенные установки. Негативные установки, которые нам мешают жить. Когда мы себе задаем вопрос, например, а зачем? А зачем мне это надо? Что мне это даст? Вот. Это, по сути, метод сократа. Платон. Платон. Платон говорил о душе, о божественной, вечной душе, которая в земной жизни задача человека состоит в том, чтобы приготовиться к окончательному освобождению своей вечной и божественной души и достигнуть созерцания идей в иной жизни. если человек уклоняется от выполнения этой задачи, его душа перевоплощается в другое тело, утрачивая свою цель. Душа имеет три части, разумную, гневливую и вожделеющую. И тело человека принадлежит призрачному миру материи, а его душа вечному миру сущностей. Ну вот, допустим, я, когда я читал Алексея Фёдоровича Лосева, вот я там испытал, пережил инсайты, определенные, связанные с созерцанием вечного мира идей. Очень советую вам, если вы хотите погрузиться в этот платонизм, читайте Лосева. Алексея Фёдоровича Лосева. Там он, действительно, с помощью вот этого сократовского метода как раз очень развивает мышление, составляет мозги шевелиться, очень, очень важное для формирования психологической и философской культуры автор. Дальше. Аристотель, основатель психологии. Душа есть то первое посредством чего мы живем, ощущаем и мыслим. Только благодаря душе тело становится живым, человеческим телом, наделенным способностью двигаться, ощущать, действовать, мыслить. человек представляет собой не составное сущее, образованное телом и душой как двумя разными сущностями, а материальное тело формой или определяющим началом которого выступает душа. В человеческой душе есть начало духовной и телесной жизни. Аристотель определяет человека как разумное животное, живое существо и видовым отличительным признаком человека выступает его мышление, его способность к познанию. Поэтому вот нам сам Аристотель велел научиться мыслить и познавать. еще раз подчеркну, что вот религия и ее она мутировала, она мутировала в виде она мутировала в масс-медиа сегодня и якобы новости, да, якобы а что такое новость? То, что вы познаете, что-то новое, да, но это на самом деле не новость. Это те же самые, тот же самый набор информации, которая подается как новость. По сути это догма. Для чего они существуют? Для того, чтобы человек не познавал себя, чтобы у него не развивалось мышление, а соответственно, чтобы он был психологическим безграмотным человеком, чтобы он был интеллектуально не полноценным, чтобы человек был интеллектуальным инвалидом и психологически неграмотным, а такими легко управлять психологически неграмотными людьми, которые всего боятся и которые молятся на правительство, молятся на масс-медиа, вот эти мутирующие, вот этих мутантов религии, да, и соответственно, что подчинялся, жил в страхе. Поэтому людей, которые свободно мыслят, свободно высказывают свое мнение, их очень мало. Дальше. Да, и вот за эту работу, конечно, щедро платит правительство. Мы это видим. Ну и сами люди тоже платят своим вниманием. Ну и в конце концов своими жизнями. Потому что, как кто-то остроумно пошутил, напрасно жить не запретишь. Вот сделать жизнь человека напрасной это задача религии, масс-медиа и власти. А сами они так жить не хотят, конечно. Но живут. Потому что не напрасной жизнь человека делает только процесс познания и мышления. Аристотель анализировал связь человека и политики. Человек есть от природы политическое животное, общественное существо. И только социальное общение гарантирует человеку такой образ жизни, при котором он может удовлетворять свои потребности. Вот сегодня 10 сентября, сегодня всемирный день суицида. Я посмотрел несколько роликов из Англии и тут местная статья. Причина какая отсутствие общения. Рвутся социальные связи, человеку не с кем общаться. Он не может удовлетворять свои потребности как существо социальное. Все, пожалуйста. Он не может жить. Жизнь его теряет смысл. Вот. Это тоже искусственно созданная проблема. Еще раз повторю, что создается общество без различных людей. работают определенные психологические механизмы. Осознаваемые или неосознаваемые. Чаще неосознаваемые. Но вот мы для этого и есть, чтобы помочь осознать эти механизмы и как-то их немножко поменять. Вообще сломать их и какие-то новые запустить механизмы. Но пока это требует времени, конечно, все. Вот. Средством воспитания и само осуществления человека является полис социальная жизнь в обществе. Там, где люди изолированы, там, где нет социальной жизни, нет общения, нет сотрудничества, нет сотворчества, все. Значит, люди начинают вымирать, территория вымирает и уже, да, появляются вымираты. Вот. Дальше стоики Зенон Хрисип уметь владеть своими страстями, то есть управлять своими мыслями, своими чувствами. То, чему учит психология. У нас для этого есть масса средств, программ, пожалуйста, все для вас. Вы научитесь владеть собой в любой ситуации, управлять своими мыслями, эмоциями, поймете, что это все в принципе от вас зависит. Фаталистически подчиняться и принять законы природы и судьбы. Законы всемогущего логоса. Если все направляется логосом, то происходящее всегда является наилучшим, разумным и совершенным. Поэтому познание человеком философии, логики, этики это самый эффективный способ исцелиться от страсти и обрести совершенное и разумное душевное равновесие. В следующем ролике я про политику буду говорить об этике и о справедливости. Пока я скажу о том, что действительно стойки, вот психология позаимствовала это все у стойков, что это все. Идея справедливости, мир справедлив, мир справедлив, законы всемогущего логоса справедливы, мир разумен и происходящее является наилучшим. Конечно, законы логики полезно знать, сейчас проблемы с логическим мышлением у людей огромные просто, но когда мы эти законы познаем, принимаем мир таким, какой он есть и понимаем, что справедливо то, что с нами происходит и то, что происходит в мире, потому что человек получает то, к чему он стремится. Если у вас проблемы в отношениях какие-то, чаще всего вам эти отношения просто не нужны. Если у вас нет любви, значит, вы просто не хотите любить. На данном этапе у вас нет этой энергии любви и нет этого желания любить. Если вы не у власти, значит, вы не стремитесь к этой власти. Следующий ролик на эту тему. И так далее, и так далее. Человек получает все то, к чему он стремится. Если вы стремитесь быть моральным, ну все, вы получаете мораль и вы живете в соответствии согласно строгой морали. так далее. Ну наконец, эпикур, эпикурейская философия. Человек призван благоразумно наслаждаться чувственными удовольствиями жизни, по мере возможности избегать зла и достигнуть некое его состояние покоя, чтобы полнее наслаждаться дарами жизни, осознавая неизбежность смерти. Я практически ежедневно устраиваю себе сеансы гипноза. Это меня как бы, ну это настраивает, да, вот этот покой, в состоянии покоя находиться. В этом состоянии пробуждаются творческие способности интеллектуальные, улучшается память и так далее. И соответственно, я могу полнее пользоваться дарами жизни, потому что напряжение, как правило, оно эти дары от нас отводит. и поэтому вот пару об этом хотелось поговорить. И конечно наслаждаться жизнью. Жизнь это не бремя, а радость. Вот то, чему учит психология. И получать удовольствие, жить в кайф, получать удовольствие от общения, от еды и так далее. Это от работы любимой. Вот.